Параграф 12. Тернарные геополитические системы. Тернарные геополитические системы, состоящие из трех базовых элементов, являются естественным развитием бинарных. Они также основаны на принципе диалектики мира, делящегося на две противоположные части, однако добавляют к этим двум полюсам промежуточный третий слой, разделяющий и уравновешивающий крайние модели. Самые известные модели тернарных геополитических систем следующие. Первый versus второй versus третий мир. Как развитие бинарной системы эпохи Холодной войны, делившей свет на первый капиталистический и второй социалистический миры. В противовес двум идеологическим блокам в 1950-е годы оформилось движение «Неприсоединение», ставившее целью развитие государств без вступления в какой-либо военно-политический блок, в первую очередь НАТО и ОВД, и даже шире, без жесткой ориентации на какую-либо из соперничавших идеологических систем. Лидерами движения стали Югославия, Египет и Индия. В связи с тем, что большинство государств движения представляли постколониальные развивающиеся страны, понятие третий мир постепенно стало использоваться также для описания отстающих в развитии государств. Центр versus полупериферия versus периферия. Базируется на мир-системном подходе. Валерстайн – Франк. Представляющий мир в виде целостной политико-экономической системы, в которой есть эксплуатирующее и высоко развитое ядро. Центр – отстающая и эксплуатируемая центром периферия и полупериферия, задача которой сводится к смягчению антагонистических интересов центра и периферии и отклонению в сторону потенциального давления периферии на центр. Полупериферия в такой системе всегда стремится попасть в центр и не допустить скатывания к периферии. Существование периферии и сдерживающей ее полупериферии – необходимое условие и прямое следствие доминирования центра, который продолжает быть заинтересованным в сохранении соответствующей искусственной лестницы развития. Китайская система трех миров предложена Мао Цзэдуном, который выделял первый мир сверхдержав – США, СССР, второй мир промежуточных стран – Европа, Канада, Япония, Австралия и остальные страны третьего мира. Как видно, данная модель основана на бинарной оппозиции развитого эксплуатирующего севера и развивающегося эксплуатируемого юга, однако в ней третий слой выделяется не внутри юга, а в рамках севера, деля его на политических лидеров и развитых сателлитов. Широко используемая формулировка «страны третьего мира», применяемая по отношению к отстающим в развитии государствам, больше соответствует китайской системе трех миров, нежели западной.